В IV веке Святой Архип проповедовал в храме Архангела Михаила. По легенде, язычники задумали уничтожить святыню, направив русло двух бурных рек на церковь. Но явился Архангел Михаил и ударом жезла пробил в земле расщелину, в которую ушла вода. Над фреской, описывающей чудо, мастера работали несколько месяцев. Тематическая направленность этого храма, поскольку он имеет мемориальное значение и связан с флотом, она тоже предусматривала несколько сюжетов, которые связаны с морем, с морской тематикой. Поэтому сформировался такой набор сюжетов и композиций, которые в другом храме, наверное, будет сложновато найти. Работа в храме, говорят стенописцы, требует не только духовной подготовки, но и особых профессиональных навыков. Нужно быть, во-первых, верующим, во-вторых, как бы по церковным человекам немного. То есть посещать службу, знать, что здесь к чему, а что здесь обозначает. То есть должно быть понимание этого пространства, его функций, его истории. Фрески украсят все пространство храма, а на стенах в мраморе будут высечены имена моряков, погибших, защищая Севастополь. Стенописцы планируют закончить работу к 21 ноября, в день, когда православные христиане отмечают праздник собора Архистратика Михаила. Евгений Неподмитрий Фомин, Севенформбюро